так все наше время началось 16 часов московского времени так перед вами друзья мои почетные гости я живу в таежном тупике ученые у нас попадаются реже чем золотые самородки в горах в данном случае мне повезло ко мне то что он полнотоскобилов вот он мой гость видите я его фотографирую с песами черешни представляете сибирь черешня если бы не такие чудеса он бы не привез ко мне гостей 2 гостя баканец свой мужик а третий это ученый максим был аспирантом а далее случилось следующее пользуясь их присутствием я подумал почему это им должен рассказывать даже учитывая что это очень почетная для меня делегация но тем не менее я взял и снялся с фильма вот они вот это мой канал садоводство по железу вы еще не все тут бываете ну что такое 12 тысяч 11900 подписчиков капли в море так вот вот первый фильм второй третий четвертый пятый называется редкие гости уважаемые ученые еще будет шестой еще не готов но уже снят значит надеюсь он принесет пользу всем вот и особенно гостям потому что я не мелочился сейчас вы поймете о чем я буду дальше говорить и так смотрим подобных через сюда сибири повторяю который раз сибири существует сад вода через и маленький садик из девяти деревьев вот есть еще там же потомки вода несколько может десяток деревьев и черемушки не любили но это прямые потомки работы вода и все вот я через не занимаюсь не размножаю я имею ввиду только косточками но это так что значит вот что такое гости посмотрите какой был урожай когда я собрал 150 мы всей толпой 150 трехлитровый банок цифра не видно не выдана это надо бы ее прятать шесть лет где-нибудь на случай атомной войны на случай катаклизма ледниковых периодов это уникальная коллекция она стоит не миллионы что вы какие миллионы миллиарды стоит вот тем не менее никому не нужна и вот интересно что это было в августе да вот прошло два месяца так ровно и все это так и лежит лежало вот этим гостям я сказал следующее ребята ну это был профессиональный разговор я говорю зачем поливать абрикос на гибрид абрикос на лучи почему не на чистый абрикос у нас высокий снег у нас выпривание абрикосов по двое конечно я согласен с этим вот это вот что вы видите вот это потомки гордели с украины фирме фирме там сыра там зимой то дождь то мокрый снег то дождь выпривание просыпание должно быть ранее а его нет вот такой особый абрикос жильды и после этого я сказал команду пожалуйста соберите сколько вас хватит сил вы догадываетесь что молодой ученый это его шанс это его везение почему потому что молодой ученый уже не ученый он уже вроде нас вроде меня фермера вот это я хотел сказать никто никогда мне камень не тянет что я все это это боюсь щедро делиться а